Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях в стране и мире к этому часу. Как сообщалось, минувшую субботу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнуло множество пожаров. По словам некоторых представителей Верховной Рады Украины, зарегистрировано 31 возгорание. И это, по их словам, городит повышением уровня радиоактивного загрязнения воздуха и создает радиологическую опасность для европейских стран. В свою очередь, молдавские специалисты заверяют, что показатели радиоактивности находятся в пределах нормы на всей территории Республики Молдова. Позднее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опровергли сообщение о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности. Редактор субботу Среды Молдовы сообщила для ТВ-6, что в данный момент уровень радиации в нашей стране стабилен. Уровень радиации ежедневно публикуется на сайте агентства. В данный момент все зафиксированные данные в норме. Европейский Центр Мониторинга Радиоактивности также утверждает, что уровень радиации находится в пределах нормы по всей Европе, включая Украину. Согласно пресс-релизу учреждения, Национальная метеорологическая администрация и Национальное агентство по охране окружающей среды постоянно следят за развитием событий и представят результаты оценок, проведенных на европейском уровне. Переговоры Украины и России о мире состоятся в Стамбуле завтра, 29 марта. Об этом сообщили представители сторон, которых цитирует портал РБК Украина. Сообщается, что встреча делегаций пройдет в очном формате. Начало запланировано на 10 утра. Напомним, до этого в очно прошла первая встреча представителей Украины и России на территории Беларуси. Далее делегации общались в формате видеоконференции. 10 марта в Турции состояла встреча министров иностранных дел Украины и России, завершившейся без конкретных договоренностей. Примерно 5800 украинских беженцев подали заявление о предоставлении убежища в Молдове, сообщает Бюро по миграции и убежищу. В то же время, по данным Генерального инспектората пограничной полиции, с начала войны в Украине и до настоящего времени в нашу страну прибыли почти 349 тысяч мигрантов. Из них 98 300 остались, большая часть из которых дети. Напомним, ранее глава представительства World Food Program в Молдове заявил о выделении 3500 леев каждой молдавской семье, принимающей более двух беженцев. Временный представитель агентства ООН по делам беженцев объявил, что каждому гражданину Украины, прибывшему в Молдову, будет предоставляться ежемесячно по 2200 леев. Новое подражание с первого дня новой недели. Цена дизельного топлива возросла на 34 бана за литр, бензина на 7 банов. Таким образом, установленная НРЭ максимальная стоимость для бензина составляет 27 леев 11 банов, дистоплива 26 леев и 97 банов за литр. Максимальные розничные цены на нефтепродукты стандартного вида устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике на основании методологии расчета и применения цен на нефтепродукты. По данным НРЭ, цена бензина или дизельного топлива варьирует в зависимости от колебаний котировок на нефть на международных рынках. Учебные заведения Аргеевского района и муниципи, а также местные и районные органы власти объявили японскую забастовку. Продолжение следует... В прошлом году в Аргеевском районе сумма по счет фактурам в школах составила примерно 6 миллионов леев. В этом году на сегодняшний день она составляет 18 миллионов леев, 5 из которых уже перенаправлены из школьных бюджетов. Это деньги, возврата которых мы ждем в результате внесения поправок в государственный бюджет. Таким образом, преподаватели, директоры, библиотекари, работники домов культуры, а также сотрудники органов местного публичного управления 1-го и 2-го уровня будут носить на рукавах белую повязку до тех пор, пока парламент не внесет поправки в закон о госбюджете в связи с повышением цены тарифов за последний период. Представители профсоюзов образования заявили ТВ6, что они солендарны с митингующими. Министерство образования и исследования, а также пресс-служба парламента пока не представили свою реакцию по данному поводу. Подробности об этом мы представим в следующих наших выпусках. Министерство здравоохранения объявило о выявлении 36 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 28 марта в результате проведения 827 тестов. В числе инфицированных три медицинских работника. К настоящему времени в стране госпитализированы с коронавирусом 312 пациентов. Состояние 33 из них крайне тяжелое. Четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В домашних условиях лечение проходит 1675 граждан с легкой и средней степенью заболевания. Более 3300 человек находятся под наблюдением врачей. Также власти объявили о четырех случаях смерти, вызванной COVID-19. С начала пандемии общая численность смертельных исходов, связанных с коронавирусом, превысила 11400 случаев. Продолжаем выпуск. В 40 лет открыл в себе новый талант. Речь идет о нашем соотечественнике, которого, как и многих других, тяготы 90-х годов вынудили отправиться на заработки за границу. Так он оказался в Чехии, где копал траншеи на стройках, а в свободное время занимался резьбой по дереву. Получались настоящие произведения искусства. За несколько лет совершенствования навыков наш герой стал искусным мастером. Как ему удалось осуществить свою мечту за короткое время, не имея никакого опыта, узнаете сегодня в 19.30 в программе «Молдова Лапакет» на нашем телеканале. Дмитро Уасиреле более 20 лет проработал преподавателем технологии в профессиональном училище в Калароше. Из-за того, что на зарплату, которую он там получал, не удавалось содержать семью, ему пришлось уехать за границу на заработки. Я понимал, что еду туда не перебирать печенье и конфеты, копали траншеи на стройках. Условия работы и быта были тяжелыми. Дмитро жил в мастерской, где в свободное время собирал деревянные обрезки, из которых ножом вырезал свои первые работы. Там, где мы жили, было что-то вроде мастерской, где работали украинцы и чехи. Они делали двери и окна, и оставались обрезки дерева, отходы, из которых можно было что-то смастерить. У меня было с собой фото, и я решил сделать для него рамку. Получилось очень неплохо. После нескольких лет работы за границей Дмитро вернулся домой, решил зарабатывать на жизнь резьбой по дереву. Устроился на работу преподавателем технологии в теоретическом лицее имени Василия Александрии в Калграше, где одновременно занимается творчеством, а также обучает искусству резьбой по дереву. Ученики идут по его стопам. Десять его воспитанников, которых мы застали в мастерской, выбирают, что бы им хотелось сделать, и не уходят домой, пока не закончат свое творение. Дмитро уже привык уходить с работой последним. Это здорово, мне нравится здесь работать. Я хочу попробовать продать свои работы и открыть свой бизнес. Всего за четыре года Дмитро создал сотни работ и решил, что пора переходить на другой уровень, стать народным умельцем. В союзе народных мастеров отнеслись к этому скептически, но в итоге именно работы мастера убедили их в том, что Дмитро Уасиреле достойно этого звания. 16 лет, как Дмитро Уасиреле, преподает искусство резьбы по дереву в лицее имени Василия Александрии в Калграше. На сегодняшний день через его мастерскую прошли более тысячи воспитанников. Ему 7 лет, он ходит в первый класс, а в свободное время отправляется на автодром. Речь идет о столичном жителе Артеме Гангурян, который в 2,5 года сел на мотоцикл. Артем уже участвует в соревнованиях в Молдове и за рубежом, а список его наград впечатляет. Впечатляет! В семье Артема или Темы, как его ласково называют родители, мотокросс – слово хорошо знакомое. Мама и папа знают все трассы не только в Молдове, но и за ее пределами. Мальчик не очень разговорчив, зато прекрасно проявляет характер, когда садится за руль мотоцикла, о чем свидетельствуют многочисленные золотые медали, полученные на соревнованиях. Два-три часа в день. Готов к новому этапу, чем она в Молдове? Готов. Какие цели для нас? У меня цель во всех этапах будет первым. Еще больше уверенности придает ему новый болид, который, как уверен Артем, приведет его к новым достижениям. Мотоцикл, и мой опыт тоже поможет. Любимыми игрушками Артема всегда были мотоциклы. Когда ему было два с половиной, он впервые сел на настоящий мотоцикл. Ну, раньше и мы с супругом катались. Я думаю, что это, как говорят, это у него в крови. Все свое свободное время Артем уделяет тренировкам, как и его родители. В связи с тем, что в прошлом году, к сожалению, из-за пандемии не было чемпионата Молдовы, нам нужно завоевать в двух классах пять дней в неделю по два-три часа. Ну, в среднем на мотоцикле он где-то час. Как проходят? Я приезжаю, забираю его со школы и бежим сразу на трассу. Артем старается. Вижу, что и родители стараются. Вот. Все делают для того, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. 26 марта состоялись состязания по мотокроссу на гоночной трассе в Ниспаренском районе с участием около 70 спортсменов в рамках национального чемпионата. Наш герой подтвердил мастерство и класс, заняв первое место в своей категории. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Археи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok